В этом году главный приз в борьбе за титул учителя года России «Хрустальный пеликан» улетел в Тюмень. Так впервые за всю историю конкурса награда оказалась за Уралом. Участнице от нашего региона победа вновь не досталась. Но самое важное для меня, то что подарил мне конкурс, это люди. Люди, которые повстречались мне на пути. И я понимаю, что ради этого знакомства стоило весь этот год напряженно работать. Говоря о напряженной работе, участники не преувеличивают. В течение года, согласно положению конкурса, они проводят открытые уроки, готовят визитки, портфолио и борются за звание лучшего на местном и краевом уровне. Однако среди победителей давно не появлялись имена наших земляков. Последним лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года» был Алексей Лисин в 2013 году. Нет одного какого-то элемента выигрышного, который позволит тебе победить, и тем более на всех этапах этого нет, и этого не существует. Только правильно выстроенный гармоничный урок может это позволить. Но сказать сейчас вам, что мне позволило попасть в пятнашку именно в этот момент, это невозможно. Порой недостаточно даже урока и неожиданных эффектов на нем, чтобы поразить жюри. Мешает волнение, подставляет аппаратура, а иногда и не хватает банальной поддержки. Раньше регион спонсировал поездку группы, сопровождающей участника, рассказывает «Учитель года Алтая-2011» Марина Панкрашова. Такой институт, как группа поддержки, он как бы вот, ну, наверное, был отменен, если так можно сказать. Но, тем не менее, ряд регионов по-прежнему посылают с участниками своих представителей. И вот если мы посмотрим, я анализировала, как правило, у тех, кто входит в пятнашку регулярно, есть такие группы поддержки, есть свои представители в жюри. Было бы неплохо, если бы до проведения всероссийского конкурса, например, была направлена делегация Алтайского края в какой-то другой регион, например, для посещения именно самого конкурса в другом регионе. Как мне кажется, это было бы очень неплохо. Мы бы тогда поняли, чем, например, регион-победитель, Тюмень в этом году, что в Тюмени такого они делают на самом конкурсе, чего не делаем мы. Как говорят экс-участники конкурса, после всероссийского этапа учителя этим живут и болеют еще не один год. Анализируют, почему не удалось победить самим и чего не хватило тем, кто представлял регион годами позже. К слову, сообщества под названием «Учитель года Алтая», а такое существует, наберены в ближайшее время обратиться к губернатору, чтобы решить некоторые финансовые вопросы, касающиеся конкурсного движения в регионе. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.